Вот у нас будет там седьмой вопрос, да? Это переводы из садоводчества в зоны подприятия второго класса опасности. Вы гладите три года, уже занимаетесь благоустройством города и всем остальным. Вот три года, как мы с вами реформу сделали, у нас помойка, получается, это кто ее организовал? Напротив ТБО, где на химию как ехать, мусорка, твердовая отхода находится и там, а в зоне садоводчества все это завалено, уже получается два года точно там заваливает весь этот мусор, который идет с улиц, который не принимает рекоператора. То есть вы какие сделали шаги, чтобы добиться от рекоператора, чтобы он начал принимать эти ветки, тот мусор с улицы, с мед, те же самые, что у нас субботники проходит, мусор по полку субботников, да, идет, такая ситуация была. В том году нам рассказывали такую сказку о том, что вывозить мусор дорого, опять же, с этой зоны садоводчества, которые будут переводить, да, вы будете тут, депутаты переведут, я так думаю, в зону этих отходов. Почему два года там делали хлам, свозили туда, и только сейчас это переводите, это все выносите на наше решение? Вот такой вопрос. Касаемо ТБО, вам, наверное, тоже известно о том, что, ну, во-первых, мы не молчали, и я бы сказал, что именно партия «Единая Россия» на территории Балаковского муниципального района в городе Балаков первым заявила в июле месяце 2018 года о том, что данная реформа, которая предстояла вступить в действие 12 августа, именно первая, в первых числах июля, пригласила руку для рекоператора и задала самые жесткие вопросы, самые жесткие вопросы, которые были заданы. И именно благодаря нашей достаточно позиции, твердой позиции, позиции и однопартийцев, позиции активных жителей, очень многие вопросы еще до вступления этой программы по региональному оператору, по расценкам, были уменьшены для наших жителей. Касаемо той территории, о которой вы сказали, напротив свалки ТБО, это вынужденная на меры, где мы складируем, исключительно складируем временно растительные отходы. Ничего другого? Нет, не можно. Если можно, дайте мне это сказать. Первое, значит, кроме всего прочего, мы договорились с мебельной компанией о том, что мы отвозим те растительные отходы, деревья, кусты, которые уменьшаем в размерах, отвозим им непосредственно для сжигания в том котле, который у них является для вторичного топлива. Это тоже уменьшает наличие растительных отходов на свалке, не только на большой, но и на той, которую мы складируем временно. Поэтому, да, эта территория нам необходима для того, чтобы разделять тот мусор, который мы фактически экономим, для того, чтобы не сдавать их за деньги региональному оператору. Продолжение следует...